Добрый день! Меня зовут Андрей Лебедев. Сегодня мы с вами поговорим о довольно специфической относительно новой конфигурации 1С. Это 1С ERP V World Edition. По ее статусу эта конфигурация сейчас считается пока что бета-версии. Она еще не полностью товарная, хотя уже, судя по сообщениям, появилось первое внедрение в Испании, такая компания Divine, которая свои процессы автоматизировала именно с помощью 1С ERP V. По изначальной идее 1С ERP V предназначена для того, чтобы использовать ее на мировом рынке и, соответственно, отвязаться от чисто российской специфики. Задержка с переводом ее в режим полномасштабной версии, по имеющимся у меня сведениям, связана с тем, что сейчас переводится в английскую версию весь код, то есть чтобы как бы на Западе тоже его могли прочитать. И на самом деле вот с вопросами, вопрос перевода, это первый вопрос, на котором мы и остановимся. На самом деле с переводом все не очень просто. Ну, с переводом в 1С вообще все достаточно сложно и запутанно. Существует масса настроек, которые влияют на этот процесс. На картинке пока нет, да, сейчас она появится. Вот. И первое, с чем мы сталкиваемся, когда запускаем, я, естественно, буду говорить о тех настройках, которыми сталкиваются в пользовательском режиме, в конфигуратор мы с вами сейчас залезать не будем. Ну, давайте, наверное, я попробую сейчас запуститься. Да. И так, сделаю демонстрацию своего экрана. Ну, вот должна появиться картиночка. И вот я начинаю запускать вот этот самый 1S ERP V-DEMO. На самом деле, когда я ее буду запускать, я практически сразу увижу, что перечень пользователей, которые есть в демо-базе, он, естественно, такой вот англоязычный и как бы притянут к английскому варианту. Вот. Но на самом деле, прежде чем запускать программу, я хочу вам напомнить, что еще до запуска имеет смысл поставить соответствующие ключики. Напоминаю вам, что существуют определенные ключи запуска. И вот сейчас у меня здесь стоит ключ запуска на русском языке. Ну, давайте я его пока переведу на английский. Вот. Хотя потом мы снова с вами вернемся к русскому варианту. И второй ключ, просто на случай, если кто не знает, я его тоже поставлю. VL, VLEN, VLEN. Значит, вот VLEN – это настройка форматов даты и времени. Они, форматы даты, могут быть разные в разных странах. Сейчас я полностью переключился на англоязычный вариант. И второй момент, на который необходимо обратить внимание, его вы увидите после запуска. Давайте я сейчас запущусь. И запущусь я, наверное, как администратор English. Ну, что вы видите? Вы действительно видите целиком и полностью английский интерфейс. Вот. Вплоть до того, что переведены всплывающие подсказочки. Давайте я завершусь. Значит, смотрите, вторая настройка для переключения на английский. Она связана уже с настройками пользователей. И если вы посмотрите настройки пользователя программы, ну, возможно, вы с этим сталкивались, да, вы увидите, что здесь еще есть настройка интерфейса, языкового интерфейса. English можно поставить Russian. Причем вот эти вот две настройки, которые я вам показал, да, настройки командной строки при запуске, и вот эта вот настройка, которую вы видите, они невзаимозаменяемы. И если вы сделаете одно русское, другое английское, то это приведет к довольно таким забавным эффектам, когда часть интерфейса будет на английском, часть интерфейса будет на русском. Вот. Значит, что еще о переводе? Честно вам скажу. Да, прошу прощения, я буду периодически возвращаться. Да. Так, ну, нет, картинке только звук, это, я так понимаю, старые уже комментарии. Да, на случай, если у вас будут появляться по ходу вопросы, вы, пожалуйста, эти вопросы в чате озвучивайте. Вот, я по мере возможности буду на них отвечать. Итак, значит, честно вам скажу, перевод сделан достаточно корявенько. Может быть, это не бросается в глаза, но на самом деле перевод сделан очень и очень условно. И человек, который более-менее знает язык, допущенные ляпы, они, конечно, будут немного царапать. Ну, вот, в качестве примера я вам покажу, например, в продажах используется название справочника Customers. Это не кастомер, да, то есть, ну, это не совсем корректное наименование. Клиент и кастомер – это немножечко разные слова с разным значением. Значит, совершенно жуткий ляп, на мой взгляд. Вот, это вот уже просто какой-то Яндекс-перевод, когда вот здесь вот идет настройка Text Messages, да, текстовые послания. Речь здесь, естественно, идет об SMS-ках, и в русском варианте это так и пишется, и в английском варианте это тоже SMS, Shot, да, Shot Messages. Вот, значит, очень неприятная тоже вещь. Ну, как, возможно, это обойти не получилось бы, но, тем не менее, попытаться стоило. Вот здесь вот, кто из вас знаком с функционалом Маганайзера, да, вы знаете, там есть такой функционал, как заметки. Вот, очень полезная штуковина. Вот, здесь тоже есть заметки Notes, но беда в том, что когда вы пойдете в функционал ордерного склада, то вы обнаружите, что здесь у нас тоже есть Notes, вот, которые относятся к расходным ордерам. Вот, а слово Order здесь использовать нельзя, потому что это, строго говоря, заказ, и использует это слово там, где оно и должно, в общем-то, использоваться. Но пересечение вот Note и Note, когда два совершенно разнородных понятия в программе называются одним словом, ну, это крайне, ну, неудобная вещь. Вот, ну, вот таких вот огрехов достаточно много. Ну, давайте тогда пойдем дальше. Я сейчас, значит, во-первых, сделаю что? Я вам покажу, что будет, когда я зайду под администратор RU. У администратора RU, у него язык интерфейса русский, прописан в настройках. Ну, а вот мы это запускаем и видим, что здесь у нас частично идет русский вариант, частично английский вариант. То есть вот здесь мы видим Home Page, Quick Menu, хотя все остальное уже прописано на русском. Ну, опять-таки, вот More Accent. Значит, поэтому давайте, чтобы не путаться, я еще раз перезапущусь. Но перед тем, как перезапускаться, я все-таки поправлю ключи. Вот. И вернусь к русскому варианту. Значит, тем более, что, как я думаю, для всех вас русский интерфейс будет как бы проще. Путаться будем меньше. Значит, вот эта необходимость отдельного прописывания и интерфейса вот в ключах запуска и интерфейса в настройках пользователя связана с тем, что у нас существует такое понятие, как язык конфигурации, и есть такое понятие, как язык платформы. Вот. Переключать надо и то, и другое. Ну, вот сейчас мы с вами перешли в полный русский вариант настроек. Весь интерфейс у нас русский, и мы можем с вами двигаться дальше. Что в первую очередь бросается в глаза для тех, кто уже привык к интерфейсу 1SRP. Здесь, естественно, нету тех разделов, которые, может быть, не в каждом внедрении используются, но уже в демо-версии-то они должны были быть. Вот. Но их отсутствие вполне объяснимо. Мы не видим раздела кадры, мы не видим раздела заработной платы, заработная плата, и мы, естественно, не видим раздела регламентированный учет. Вот все вот эти вот, весь этот функционал в системе отсутствует. Причина вполне понятна. Регламентированный учет целиком и полностью. Кадры и зарплата в очень и очень значительной степени связаны именно с российской спецификой. Поэтому 1S предполагает, что если нужны эти разделы, то вам надо использовать какие-то другие конфигурации, то есть подключать уже местную бухгалтерию локализованную, подключать местный зуб, ну, если вы ориентируетесь, конечно, на продукцию компании 1S. Это первое, что мы видим, значит, из того, что здесь порезано. Второе, на что, пожалуй, стоит обратить внимание, здесь вы, естественно, не найдете всего того, что связано с интеграцией, с чисто российскими сервисами. Здесь не будет сервиса 1S Park, да, там по проверьте контрагентов, здесь не будет интеграции с сервисом SmartWay, там бронирование билетов, здесь не будет настроек, связанных с функционалом, относящихся к определенным российским законам, а конкретно 275 ФЗ и 152 ФЗ. Это оборонзаказ и защита персональных данных. Естественно, если мы сюда вот с вами зайдем, мы здесь не увидим какого-то... Давайте я покручу вниз... Каких-то показателей, связанных с... Так... Вот. Значит, каких-то показателей, связанных с взаимодействием с самой 1С, с центром мониторинга, с новостями 1С, с 1С-АТС. То есть, ну вот, здесь этого не будет. Вот. Значит, естественно, здесь отсутствует все то, что связано с подключением к ЕГАИС, ГИС, ВИТИС, СМП, то есть все вот эти вот контрольки государственные наши, их здесь тоже не будет. И вот здесь, честно говоря, у меня вот возникло первое такое неприятное ощущение. Не могу сказать, что тут я абсолютно прав, но мне кажется, что немножечко переборщили вот с этим вот отключением. Какие-то моменты, ну, возможно, имело бы смысл отключать не путем вырезания, а путем... там... просто блокирования определенных настроек. Ну, наверное, все-таки к ЕГАИС-то это не относится, и вне российского рынка вряд ли получится его использовать. Что еще мы здесь не увидим? Давайте мы с вами пойдем уже в конкретику, пойдем в настройки. предприятия. И, наверное, первое, что мы с вами посмотрим, это... Это не очень удобно. Давайте, наверное... Сейчас, секундочку. Ну, ладно, бог с ним. Значит, посмотрим настройки предприятия. Значит, вот здесь чего вы не найдете. Хотя у нас вроде бы все здесь совпадает, вы не увидите настройки, связанные с обособленными подразделениями. И вот здесь у меня первое такое было ощущение, что где-то с вырезанием перестарались. Обособленных подразделений нету, соответственно, вот здесь вы при задании справочников... Сейчас... Куда они все распихали? Немножечко непривычно. Здесь... Так... А, вот. Значит, когда мы будем здесь создавать новую организацию, мы здесь не увидим создание обособленного подразделения. То есть понятие филиалы, всех операций, связанных с взаимодействием между филиалами. Вот этого здесь не будет. И я не уверен, что отключение вот этого функционала это очень разумная вещь. Ну, понятно, что здесь вы не увидите настроек, связанных с подключением к налоговой. Это как бы неудивительно. Вот. Если мы с вами вернемся к настройкам раздела, чего еще здесь не будет. Здесь в валюте в валютах вы не увидите возможности получения валюты, курса валюты из интернета. Есть только три способа задания курса. как бы это как раз вполне объяснимая вещь. Кстати говоря, еще одной вещи не хватает. И опять-таки я не уверен, что это было вполне разумно. Хотя почему это сделали как бы объяснимо. Здесь нет возможности включить раздельные операции для управленческого регламентированного учета. Вы наверное видели там у нас в программе существует такое понятие как управленческая организация. То есть какие-то операции они могут идти как бы через нее. Ну вот видимо исходили из того, что то, что отправляется на международный рынок, все должно быть абсолютно там кристально. Вот поэтому вот этот функционал явным образом зарезали. Так значит чего еще? Значит еще меня немножечко вот так вот неприятно царапнуло то, что здесь очень здорово изменили подход к настройке. Я поясню, что имел имелось в виду. Значит опять-таки я попробую посмотреть настройки номенклатуры и значит первая настройка номенклатуры, которая вообще существует это настройка множества видов номенклатуры, но если вы помните вот это то, что здесь вообще в этом разделе есть, здесь есть возможность включить учет многооборотной тары и на первый взгляд ну очень похоже на то, что здесь многооборотная тара тоже не предусмотрена. На самом деле это не так и если мы пойдем с вами в раздел закупки мы увидим, что здесь соответствующие функции связанные с многооборотной тарой они существуют вот то есть по факту они есть но вот возможности включить выключить почему-то эта возможность зарезана все это включено принудительно не знаю почему но еще в нескольких местах такой подход имеет место быть то есть определенные функции программы они включены жестко отказаться от них не получится значит что еще еще вполне прогнозируем что в номенклатуре нельзя включить использование классификаторов ну в первую очередь что приходит на ум ТНВЭТ хотя опять-таки не уверен что это правильно потому что ТНВЭТ он не сам по себе ТНВЭТ он основан на международной системе гармонизированной классификации поэтому ну с некоторыми оговорками можно было бы и оставить вот ну нет учета драгоценных металлов и камней это как раз возражение не вызывает это чисто российская специфика так давайте посмотрю так пока вопросов нет да ну хорошо поедем дальше значит вот по номенклатуре поговорили значит что дальше дальше у нас два раздела программы которые остались практически без изменений то есть их перенесли один в один это раздел бюджетирования и планирования и раздел CRM и маркетинг то есть здесь никаких отличий не будет что есть в обычной RP то будет и в вот эдишн отклонений никаких единственное что сейчас я вам покажу что CRM и маркетинг все-таки поменялось ну это так условно такое извинение если здесь в RPV карта мира по умолчанию стоит в классической RPV это карта российской федерации ну как бы не особо важный момент вот ну используется это в основном при выводе определенного отчета когда там в графической форме идет распределение продаж по территории ну может это ну наверное оправдано ну как бы это такое изменение косметическое все остальное то же самое идем дальше дальше у нас существует продажа существует продажа здесь наверное самое такое яркое но тоже вполне объяснимо вот это нету счетов фактур ну как бы никого наверное это не удивит все-таки это уже российская специфика вот соответственно если мы с вами посмотрим на саму формочку мы увидим что вот здесь где должна быть соответствующая ссылочка этой ссылочки нету вот ну и не будет в самом журнале когда вы нажимаете кнопку создать возможности создания этого документа на самом деле здесь отсутствует еще один документ это акт на передачу прав ну это такая вот тоже специфика больше российская что еще ну то по по вполне понятным причинам в настройках раздела продаж будут отсутствовать моменты связанные с настройкой печатных форм торг-12 ттн и в классической рп существует особая настройка которая включает английские формы ну здесь она включена по определению так значит что что еще ну если мы с вами пойдем в закупки то здесь помимо того что я уже говорил отсутствие счетов фактур мы с вами не обнаружим довольно такого серьезного раздела который есть в классической рп это раздел связанный с госконтрактами в первую очередь там оборонзаказ по вполне понятным причинам да вот и соответственно если мы пойдем в настройки направления деятельности то мы увидим что здесь направление деятельности тоже не может быть привязано к гособоронзаказу и соответствующий настройки в счетах банковских тоже естественно не будет то есть вот это вот из программы вырезали полностью ну и наверное еще что стоит добавить по закупкам это то что если вы соберетесь вводить приобретение товаров и услуг вы увидите такой вот вариант как импорт но не увидите ввоз из яэс это особый режим который существует в классической ERP так значит еще один момент ну давайте тогда сначала склад посмотрим с вами вот здесь значит пока я думаю вы согласитесь что ничего такого особо серьезного вы не увидели вот дальше будет к сожалению несколько нехорошо в складе и доставке в складе и доставке у нас выпадает такой важный подразделчик как работа с ЦМЦ в эксплуатации да значит передать там ту же самую спецодежду в эксплуатацию а вот кто сдавал специалист по 1С вы знаете что это вообще операция которая входит в там стандартные задачи здесь этого сделать нельзя этого просто нет и если мы посмотрим создание внутренних документов да вы помните что если мы сейчас так вот внутреннее потребление если мы делаем внутреннее потребление то у нас в классическом варианте две операции списание на расходы передачи в эксплуатацию тут только одна соответственно при обратном действии при прочем оприходовании возвраты из эксплуатации он тоже не предусмотрен вот честно говоря вот этот момент он меня несколько расстроил когда я до него добрел потому что как бы мне кажется что функционал на нем завязан достаточно важный даже если он как-то практически не соответствует в тех или иных странах ну там логичнее было бы вот как раз это отключать с помощью галочка а не вырезать принудительно да вот давайте я сейчас переключился закупка по регу что-то отображается да вот отображается вот закупка по регу что-то есть а управленческой организации нет она нужна для оформления альтернативной операции значит успехный опыт внедрения ну вот я уже назвал там существует Девайн они уже как бы громогласно отчитались о том что у них все срослось все замечательно вот о других пока не слышал хотя насколько я знаю кто-то там рассматривает вот это вот решение как возможно вот и вполне может быть что останавливает ну меня тоже кстати говоря это останавливало когда встал такой вопрос что ну бета это все-таки бета вот бета это неполноценная версия и что там с ней дальше будет непонятно вот ладно давайте вернемся значит как я уже сказал вот здесь мне больше всего не понравилось именно это довольно забавная вещь кстати говоря сейчас я вам покажу значит в транспортных средствах оставили вот эту вот часть лицензионная карточка вот при том что уже в России то ее нет они ее оставили в международной практике ну возможно какая-то логика в это все-таки была заложена так ну что дальше у нас идет производство и вот тут тут я наверное вернусь немножечко назад к продажам дело в том что вот это тоже такой для меня лично болезненный момент вот и здесь мне решение 1С не понравилось из-за системы вырезали довальческие операции то есть передача передача переработчику этой операции отсутствует со всеми сопутствующими документами вплоть до того что нету соответствующего способа обеспечения вот ну давайте создать нажму вот ну вы видите да не 5 а только 4 способа вот передачи в переработку нету ну и изготовления издавательского сырья нету тоже вот то есть вот это вот отсутствует и на самом деле вот здесь решение мне тоже кажется довольно таким спорным даже несмотря на то что это как-то завязано на российскую специфику но все-таки насколько я знаю это не только у нас есть во-первых а во-вторых ну вы знаете что значит аналогичного функционала там изготовления издавательского сырья нету и в 1СКА и на самом деле это довольно такой ощутимый недостаток чаще вопрос вот такой стоит а почему нельзя вот ну вот приняли именно такое решение поэтому в продажах нету настроек связанных с давальцами вот здесь нету в производстве настроек связанных с передачами в переработку весь остальной функционал производства он ничем не отличается то есть здесь все то же самое никаких особенностей нет дальше что у нас остается дальше у нас остается казна дальше у нас идет казначейство ну и вполне естественное отличие которое есть у казначейства значит это отсутствие документов валютного контроля но это относительно недавно появилось вот но вот этот функционал не работает хотя я бы его тоже отключил там настройками а не вырезал полностью есть кое-что по мелочи значит нету кассовых книг нет операции депонирования зарплаты ну это как раз объяснимо нет договоров аренды лизинга вот тоже непонятно почему но вот этого функционала не предусмотрен есть договор кредитов депозитов аренду лизинга я не увидел ну и нету опять-таки чисто российской специфики это это единый авансовый отчет есть такой функционал вот печать единого авансового отчета форма О1 она тоже не предусмотрена по непонятной для меня причине в подотчетниках не предусмотрели денежные документы ну денежные документы это что-то типа там талонов на топливо и так далее но видимо этот функционал тоже был сочтен чисто российским хотя опять-таки я бы его оставил он как бы особо не мешал можно было бы отключить галочки так по финансовому результату если мы посмотрим на сам раздел мы сразу с вами увидим что очень сокращен раздел связанный с НДС нету помощника по оформлению НДС кстати нету возможности для финансовых документов исправительные делать что очень интересно вот это вот кстати говоря опять-таки меня царапнуло непонятно зачем это сделали здесь у нас отсутствует управленческий баланс вот стандартный вроде отчет вот включение кстати говоря управленческого баланса соответствующей настройки в базе тоже нету причем вот сделано как-то немножечко замысловато управленческого баланса нету но при этом у вас есть статья активов и пассивов и движения прочих активов и пассивов то есть как бы управленческого баланса нету но он есть вот и значит если мы полезем в бюджетирование мы увидим что для формирования фактических данных по показателям бюджета там как раз статьи управленческого баланса статьи активов и пассивов как и положено используется ну вот тоже мне кажется не очень логичное решение но вот сделали именно так значит что еще обращает на себя внимание сейчас мы с вами пойдем вот сюда вот в настройки значит здесь учет НДС импорт и экспорт отсутствуют все настройки связанные с учетом по номерам ГТД с включением отключением импорта там с особенностью экспорта по там сырьевого не сырьевого вот но зато здесь существует прямая ссылка на редактирование ставок НДС ну строго говоря редактировать ставки НДС вводить какие-то свои ну в принципе это и в классической версии есть но не в таком явном виде а здесь вот дали прямую возможность влезать в этот справочник так что еще ну еще наверное стоит упомянуть что нету опять-таки чисто российской специфики там связанные с формированием НДС российского там формированием книги покупок книги продаж там обложением НДС у покупателя там особенности нумерации счета фактуры там оформление УПД вот это все отсутствует ну здесь как бы возражение никаких ситуация не вызывает так ну внеоборотные активы внеоборотные активы у нас здесь конечно есть да есть соответствующие настройки вот чего здесь нету нету как не трудно догадаться Платона подключение к Платону но это российские игрушки нету переключателя на вариант учета по принципам регламентированного учета по принципам МСФО ну как бы это понятно и нету арендолизинга об этом я вам уже сказал во всем остальном все ровно то же самое МСФО есть МСФО есть в полном объеме единственное что здесь отсутствует это то что невозможно проводки МСФО делать на основании проводок регламентированного учета ввиду отсутствия этого самого регламентированного учета вот примерно так выглядит отличие 1СРП от 1СРП классической версии вполне возможно что я что-то еще не нашел вот хотя копал я программу на пользовательском уровне достаточно глубоко вот значит чтобы резюмировать то что я в общем-то увидел и то как я это оцениваю то я это как я уже сказал меня не полностью устраивает перевод он не всегда правильный и не всегда логичен для нас это не особо критичная вещь конечно но в определенных внедрениях это может коротнуть то есть пользователи могут высказать претензии по данному поводу второй момент который обращает внимание на мой взгляд в системе системы вырезали определенные блоки которые вырезать с моей точки зрения не стоило не стоило в первую очередь это то что связано с давальщиками операциями как в одну так и в другую сторону и то что касается ТМЦ в эксплуатации даже если где-то это не соответствует реалиям и значит это объективно не нужно ну можно это в конце концов отключать настройками а не вырезать жестоко вот ну и наверное еще я хочу сказать что меня ну мне очень понравилось то что где-то 1С пошла на то что стали сокращаться настройки и какие-то возможности по манипуляции по довинчиванию системы которые были доступны в пользовательском режиме теперь эти настройки включены принудительно ну вероятно для этого была какая-то причина но тем не менее это вот тоже несколько царапает вот в общем-то хочу вам сказать что у меня такое вот неясное ощущение возникло что по сути дела вот это вот 1С РПВ ну по сути дела она была сформирована по результатам там ну возможно одного возможно там нескольких первых внедрений и в общем-то вот на таком базовом опыте что увидели что услышали то здесь воплотили а сейчас вот вроде это все идет в тираж но я не могу это бы утверждать да это только ощущение которое у меня сформировалось по практике по тем настройкам по тому варианту который я увидел вот в этой бэт версии ну вот наверное все что я хотел вам рассказать какие есть вопросы так нет звука так ну это видимо только у вас так а меня слышно вообще слышно так ну вот значит то чего хотел я рассказал мы прошли по базовым моментам связанным с какие вопросы у вас остались если вы хотите значит спросить меня о том стану ли я рассматривать и как один из вариантов для внедрения ну в принципе да единственное что я видимо подожду того момента когда бета станет реальной версией вот это чисто вот такие формальные моменты все таки ну пока это бета это бета вот ну и на самом деле я вам хочу сказать что если речь идет о внедрениях именно вне россии ну наверное это будет единственным разумным вариантом поскольку 1с ну перестает управленческий вариант рп локализовывать вот локализовываться будет только бухгалтерия ну видимо видимо да придется идти таким путем за исключением ситуации когда вот те блоки которые как я уже сказал вырезаны они будут иметь какое-то критическое значение рекомендую внедрять вместо текущих рп я еще раз хочу сказать пока это бета-версии однозначно нет проект рп это проект всегда дорогостоящий и предполагающий достаточно высокий уровень ответственности и скажем так пока 1с официально не подтвердит что все то есть это готовый продукт который выпускается на рынок я честно говоря не рискну тем кто будет платить деньги просто этот продукт предлагать как вы все знаете наверное даже просто 1с и рп периодически возникают ошибки существует форма 1с которая этими ошибками занимается да и там записи и жалоб бывает достаточно много вот естественно бета она тоже естественно будет не идеальной и пока это бета версия нет впоследствии когда будет реальная ну да если это не россия видимо надо будет думать о ве опять же я еще раз говорю если бы вот эти вот блоки не вырезали было бы еще лучше нет я этих сроков не знаю честно вам говорю вот последние сведения которые у меня были они озвучены были в самом начале то есть сейчас переводим код как только так сразу вот ну собственно у нас вон в мае обещали новую версию клочистки рп с серьезными изменениями но пока я ее тоже не вижу она там тоже в бете находится вот там много интересного я по материалам то что когда она выйдет я буду делать вебинары к сожалению даже те сроки которые озвучивает сама 1с там на своих семинарах ну они тоже не выполняются если честно то есть понятно что там скорее всего есть какая-то объективка но от этого не легче ну если вопросов нету всем спасибо за то что вы мне уделили час своего времени приходите еще спасибо Субтитры создавал DimaTorzok